Николай Алексеевич Гаврилович Время очередного рейса в Гомель ему вручили повестку в военкомат, и уже через два дня теплушки с новобранцами покатили в сторону Брянска, во знаменитые леса. Там, в запасном полку, необстрелянную молодежь муштровали так, что небо Савчинку казалось. Гоняли на многокилометровые кроссы, учили стрелять из всех видов оружия, сжечь вражеские танки и прятать свою голову от снайперской пули. Брянск, Западная Украина, Румыния и, наконец, Венгрия. Там рядовой попал в 84-й пехотный полк, где его сходу определили первым номером расчета противотанкового ружья. Второй номер очень скоро догнала немецкая пуля. Так Николаю Алексеевичу приходилось преодолевать марши с 10-килограммовым ружьем в одиночку. Впрочем, это прекратилось, как только полк ввязался в бои за Будапешт. К тому времени одну часть столицы Венгрии и наши уже освободили. Форсировали Дунай, избили вражеские пулеметные заслоны. Начались самые тяжелые из всех боев. Бои уличные, их прозвали мясорубкой. Смерть поджидала за каждым поворотом, на каждом чердаке, в каждом окне. В декабре 2018 года Николаю Алексеевичу исполнилось 95 лет. В память о войне, ноющая на непогоду рана, два ордена и полтора десятка медалей, две из которых наиболее дороги. За отвагу и за взятие Будапешта. Субтитры создавал DimaTorzok